Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии я, Диана Шилова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотри сегодня. В КФУ откроют кафедру Кунсткамера. Препарат ученых КФУ получил американский патент. В Татарном форуме прошла конференция об особенностях зимы. Препарат для лечения артритов и артрозов, созданный учеными КФУ, получил американский патент. Все подробности в следующем сюжете. КФУ получил первый зарубежный патент в области фармацевтики. Патентное инновационное лекарственное средство, пройдя предварительную международную экспертизу и экспертизу американского патентного ведомства, начал действовать на территории США. Самое эффективное и безопасное на сегодняшний день противовоспалительное средство для лечения артритов и артрозов передофен создано учеными КФУ совместно с АОТ от Химфармпрепараты в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020». Это очень интересный препарат разработки ноцфармацевтики Казанского федерального университета. Это противовоспалительный препарат. Но если говорить более конкретно, это препарат для лечения тяжелых хронических заболеваний опорно-двигательной системы. Для лечения артритов, артрозов, то есть тяжелых заболеваний, которые в настоящее время практически не лечатся. Препарат позволяет практически полностью подавлять даже тяжелые хронические формы воспалений. Изобретение обладает высокой противовоспалительной, обезболивающей и жаропонижающей активностью. Как показали исследования на животных, созданное средство обладает наибольшей эффективностью и безопасностью среди всех нестероидных противовоспалительных препаратов, представленных на мировом фармацевтическом рынке. Надо сказать, что этот проект мы ведем уже более 10 лет. К настоящему времени мы успешно завершили фазу исследовательскую, то есть фазу, на которой было приоритизировано соединение лидер, собственно говоря, вот это соединение, которое мы с тех пор исследуем. После этого мы провели примерно три года, мы занимались доклиническими официальными исследованиями. В настоящее время мы вплотную подошли уже к клинической фазе исследований. Для этого мы сейчас сделали компанию, специальную проектную в Сколково. Успешно прошли все этапы экспертизы. Проект получил высокую экспертную оценку как российских, так и зарубежных специалистов. Планируется, что инновационный препарат выйдет на российский рынок в 2023 году. В Казанском федеральном университете откроют кафедру Кунсткамеры. Специализированная кафедра антропологии и этнографии Института международных отношений КФУ начнет работу с сентября 2020 года. Подробнее смотри далее. В структуре Института международных отношений Казанского федерального университета будет создана базовая кафедра Кунсткамеры. Среди основных задач нового структурного подразделения КФУ – модернизация образовательного процесса в области антропологии и этнографии. Мы понимаем, что меняется мировая наука, появляются новые тренды, новые научные задачи, мировая повестка очень актуальная в области этнографии и антропологии. И поэтому мы внесем свежую струю в виде привлечения академических исследователей и свое согласие для участия. Вот в реорганизации этой кафедры инициатором этого выступил музей Кунсткамера. Фактически это научно-исследовательский институт Российской Академии Наук, где проводятся масштабные этнографические и антропологические исследования в России. Кафедра будет создана в рамках соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Кунсткамерой, Музеем антропологии и этнологии имени Петра Великого Российской Академии Наук. А научным руководителем ее станет директор Кунсткамеры Андрей Головнев. Мы рассчитываем, что с 1 сентября новому учебному году новая преобразованная кафедра стартует. Речь идет о внесении изменений в учебные планы. Нужно действительно вернуться к традициям этнографической науки и целый ряд крупных научно-исследовательских проектов также на повестке дня. Начало сотрудничества Казанского федерального университета с Кунсткамерой продолжает тенденцию на активизацию взаимодействия с ведущими академическими учреждениями России, начало которой было положено несколько лет назад. Несколько лет с 2015 года мы очень тесно взаимодействуем с Институтом востоковедения РАН, с его научным руководителем Виталием Вячеславовичем Наумкиным. Кроме того, в этом году мы удачно запустились с кафедры исторического и общественного образования, которого возглавляет научный руководитель Института всеобщей истории, академик РАН Чубарьян Александр Аганович. Ну и, собственно, с целым рядом других академических институтов есть проекты, которые позволяют говорить о том, что в коллаборации с Российской академией мы реализуем очень значимые и важные исследовательские проекты. Лилия Талипова, Ленар Навлитяров, Универньюс. О том, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете, вы узнаете из нашего обзора новостей. 27 декабря в Малом зале Уникса прошел новогодний концерт, посвященный иностранным студентам. Лучшие творческие коллективы Казанского федерального университета показали свои таланты. Поздравил учащихся с этим значимым событием декан подготовительного факультета Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Мы хотим показать, как мы рады их видеть, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы они показали нам, кто они, какие у них есть скрытые таланты, потому что мы их видим только в классах, как они учатся, изучают русский язык, изучают предметы профильные для них. Но сегодня они раскрываются с другой стороны. Мы видим, что они еще, кроме всего прочего, очень талантливые ребята, которые мы рады будем впоследствии видеть настоящими студентами Казанского федерального университета. 25 декабря в актовом зале Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Благотворительный фонд «Дом Рональда Макдональда» и Казанский камерный оркестр «Ла Примавера» организовали благотворительный концерт «Рождественские встречи». Участвуя в благотворительном концерте, есть возможность оказать непосредственную поддержку проекту «Дом Рональда Макдональда» в Казани, а значит, помочь сотням детей не расставаться с родителями во время длительного лечения. Это необычный проект, над программой которого работал сам художественный руководитель и главный дирижер Казанского оркестра «Ла Примавера» Рустем Абязов. 27 декабря в Институте психологии и образования Казанского федерального университета театральный коллектив «Театра Радуга» выступил с новым спектаклем «Приключения Братина» на новогодний лад. Борьбу добра и зла, конфликт между отрицательными и положительными персонажами, стремление к счастью и справедливости юные актеры воплотили в своей игре, создавая образы Буратино, Карабаса-Барабаса, Мальвины и других героев. Юные актеры разучили танцы для спектакля и отлично справились со своей ролью. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе. С этих строчек стихотворение Александра Сергеевича Пушкина началась пресс-конференция в информационном агентстве «Татаринформ», посвященная особенностям зимы на фоне глобального потепления. Подробности смотри в следующем сюжете. В информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная особенностям зимы на фоне потепления климата. Эксперт Казанского федерального университета рассказал, что температура среднегодовая повысилась на полтора градуса за последние десятилетия, благодаря влиянию антлантических циклонов. Атлантика – это температура поверхности океана и циркуляция. Там есть фаза, 60-летние циклы. Получается так, что северное полушарие находится очень сильно, под сильным влиянием Атлантического океана. Просто идет процесс, по сути дела, синхронный. Кроме того, климатолог объяснил, почему в мире происходит глобальное потепление. Получается так, под 40% зимой обеспечивается повышение температуры глобальным фактором, а остальные циркуляции местные. В летний период, даже когда радиационный режим очень сильно развит, солнца много, парниковый эффект менее заметен, антропоген менее заметен. Поэтому там даже процентов по 30 всего лишь влияние глобального фактора, основной, все-таки другой. По предварительному прогнозу Гидрометцента, 31 декабря Татарстан окажется в передней части активного северо-западного циклона. В результате чего выпадут осадки в виде снега, а также ожидается метель. В канун как раз Нового года у нас давление понизится, заметно понизится, и все-таки будет выпадение снега. Перед самым Новым годом должно быть повышение температуры, ну а затем некоторые понижения, тем самым как бы это есть условия сохранения снежного покрова. Положительная аномалия с вероятностью в 70% сохранится и в январе. Это значит, что холодным он, скорее всего, тоже не будет, как и февраль. Но в плане осадков к концу зимы выпадет 40-50 сантиметров снега, что в пределах нормы. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова